Здесь всё вроде бы нормально, здесь вроде бы нормально, всё нормально. Да, подъём шею, ну, не нормально вроде, да, всё нормально. Всем привет, дальнобойщики, я с вами, как всегда, дальнобойщик Сашок, и вы попали на мой канал под названием AlexGamesMD. Да, сейчас нахожусь я в Емшеве на своём КАМАЗе, да, стою в Емшево, ночь переждали, просто уж вообще что-то не хотелось ехать в темноту, но всё равно. Перекрасил я КАМАЗ в оранжевый, такой классненький цвет, понравился. Я сейчас обратно перекрашу, краска всё-таки есть. Да, вот такие дела. Говорят, масло скоро мне привезут, так что ждать мне недолго осталось. Я из-за кашля. Болею я уже довольно мало. Кашлю тоже мало, так что скоро выздоровлю. Садимся в машину, да, присядем в тачку, и поехали дальше. Едем мы на парандай, а потом оттуда повезём груз, знаете куда? Потом мы оттуда повезём груз в... Ну, знаете, как дерево называется-то? Я уже забыл. А, юмралы, 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 да. Юмралы. Ну, чё, погнали. В принципе, никого нету, можно так развернуться. Отлично. Всё вот так идеально. Так, вот уже поворот на парандай, да. Мы не то чтобы в парандай едем, мы едем... Так, да, пускай проезжает, потому что я не хочу проблем. Так, едем мы на лесопилку. Да. Там мы доски возьмём такие. Ну, типа фанеры. Да. Фанеру возьмём. И, короче, поедем мы в юмралы. Да. Так. Колёса вчера на зимнюю поменял, да. Автономку поставил. Обогреваю, чтобы обогревать кабину. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Потому что завтра уже как бы снег пойдёт. Да. Блин, ямки тоже надо объезжать. Угу. Так, вот мы... Подъезжаем к лесопилке. Так, аккуратно. Опа. Всё, притормаживаем. Давайте тут остановимся. Так, всё, давайте. Я пойду спрошу. Ой, реально спали. Пойду спрошу, где у меня припаркураться. Опа. Пока-что. Поставьте лайк под этот ролик. Да. Короче, ребят. Короче, короче, короче. И вообще насрать, где я буду вставать. Да. Ну, давайте заводим. Вот так. Ой, идеально. Так, всё, отлично. Ну-ка, посмотрим. Ну, вообще идеально вставим. Так, сейчас скажу, чтобы загружали меня. Холодно сегодня. А, ладно, пойдём. Короче, ребят, меня загрузили. Сказали ехать. Вот так. Ну, можно ехать, всё, скажешь. Давайте аккуратно будем отъезжать по красоте. Так. Так. Бляха-муха. Как я тут встал хорошечно. Заломаем сейчас прицеп. Ну, ладно, вот так. Опа. Всё. Идеально. Так. И погнали. Всё. Поедем мы через Емшу. Ну, там ближе всё-таки. Да и дорог больше нету. Где можно будет поехать ещё? Ну, только это вот вставим. По ней вообще почти никто не ездит. Только дальнобычки такие. Лесовозы там. Которые хотят сократить побыстрее домой ехать. Которые торопятся домой. Да. Вот. Или лесовозы. Они же возят сюда на лесопилку это. Как его называют там? Ни же возят сюда деревья на лесопилку. Вот. Так. Слушайте, а пока можно здесь проехать? Так. Мы находимся здесь. Да, да, да. Здесь можно. Через то, что тогда поедем. Так. Опа. Вообще делаем. Так, ребят. Чё, едем? Да. Я секунду перерыву запись. Так, ребят, извиняюсь. У меня просто камера слетела. Так. Поехали. Аккуратненько будем ехать сейчас. Можно и так уже прибавить. Думаю поставить коробку передач здесь на наручную. Не авто, а наручную. Потому что всё же мне что-то хочется наручную поездить. Я всё уберу. У меня есть механики, которые мне могут это всё устроить. Так. Да. Сказали мне вот те ребят, которые вот из автосалона МАЗ. Говорят, МАЗ скоро сделают мне. Да. Хотят сделать. Ну, короче, говорят сделать, значит сделают. Я им верю. Вот так. Да. Я им верю. Кстати, ребят, я хочу вам сказать, что этот сериал не бесконечен. И скоро вот этот сериал закончится, а на его смену будет новый. Сериал под названием «Тоже реальная жизнь». Да. Ну, мне больше что-то в голову не приходит. Фантазии по Майнкрафту снимать это не вариант. Так что вот такие дела. Да. Если вы захотите новый, вот второй сезон реальной жизни, можете поставить лайк. Да. Вот так. Да. Кстати, жду очень обновления по Мотор Депод. Это самое важное, что я сейчас в данный момент жду. Слежу каждый день за страницей ВК у Котгеймс. Смотрю каждый день. Скоро параноиком по Мотор Депод стану. Все уже стали кто играет, кто фанат Мотор Депод. Все ими уже стали. Но короче, такие дела. Сказали, нас скоро привезут. Да. Мне недолго осталось. А еще недолго. Так что ждем Мазурик. Да. Будем колесить. Камар я наверное продам. Да. Хочу продать. За такую нехилую сумму продам его. И буду гонять Ох! И буду гонять на Мазурике. Блин. я емку не заметил. ладно. Ничего. Так. Мы уже близко к линголам. Дальнобойщик как говорит стащится как улитка. Муха. Вруливайся. ешкин код напугался. Блин. Ё моё. так. Ну всё пока что нормально. Главное не сглазить. так, ребят, проблемы. ёшкин кот, чё это такое, а? всё евро, сглазить. муха. вообще от все отказала я по карте посмотрю где деревня еханы бываем ничего до него идти что придется ребят нападем чем так ребят нашел я тут одного механика помог мне проблемы с какие-то у меня были вот сидит в люльке смотрят свой телефон но все равно но все же попутчики попутчик у меня тут до механик ну он уже почти приехали принципе недолго не долго принципе было время недолго но недолго 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 уже деревне виднеется все окей все под контроль все идет по маслу как по маслу а т так так нормально вот нужно подъезжаем все нормально ребят вот вот разговариваю с вами все уже забываю в прошлой серии мы с вами разговаривали о том что вот я хочу купить автобазу саму автобазу у меня не получилось купить но вы знаете какой джек под старую заброшенную автобазу купить рядом который находится второй проезд был да идет первый проезд второй потом поезд а потом еще 3 вот ближе к заправке вот туда мы и будем ездить сейчас нужно вот к этому наверное ангару так давайте вот так сделать но все-таки зеркала вот я бы был бы я вот в личном разговоре с вот вот лицо на лицо глаз глаз на глаз с сергей денисовым я бы ему сказал заявил поставьте пожалуйста нормальные зеркала в мотор депо то это уже вообще вот 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 тут был у меня было бы зеркальце и я бы все видел так ладно ребят выходим короче пойдемте к мужикам скажем что приехал я тут забирать свой голос так ребята тут я он там владельцы двух ангаров разговаривали меня разгрузили уже я с ними там немножечко чуть попил на поел бутербродиков и мне тут второй владелец вот того ангара предложил груз говорит вот таро отвезти нужно я сказал этот груз фанеры и я отвозил 35 36 тысяч а мне тут предлагают за 10 тысяч 200 груз молочко будет охлаждать молочко чтобы она ничего не скрысла никого ничего давайте все сделаю сейчас и включу камеру так ребят вот я уже еду как можете заметить до этим мы как понятно так ребят давайте развернемся там был проезд главное плохо не заломать чтобы не порвать провода рефрижератора его самого так аккуратненько видим так включаем включен свет и едем бутылку пластмассовые так что думаю ничего плохого если мы будем вот так аккуратненько ехать не будет вот на такой скорости они плотно упакованы в ящиков ящиков у меня 10 так что думаю ничего не случится плохого там можно да можно прям к лаптарам подъедем разворачиваться как не хочется да все таки мне оранжевый камаз больше нравится чем золотый если чего вам не понравилось я могу все вернуть обратно я уже запарился в этом камазе да ну что сказать на улице тоже не кайф кстати на заправке можно под заправиться у меня уже западло бензина на обратном пути заправлюсь или сейчас даже да там заправку вижу лукойл все вообще тут так много раз проездили что тут даже выровнялось все вот в этом в яму большую яму между пальцами так вот вот и заправлю вот и заправлю и давайте купим канистр да все вроде бы нормально деньги есть одна тысяча по канистры по одной тысяче я не понимаю это что такое 1 литр порублю а тут канистры хоть а канистры 23 литра все понятно все я понял не злитесь так ладно поехали все у них автоном блин блин тут конечно выезды еще никак не могут нормально сделать блин ругаюсь на блин на них вот по ёшкин кот что вот за люди такие делают эти выезды а так ребят короче повезло нам еще что мы в городе были в котором куча эвакуатор вот прям под снос да и людей куча которые гуляют по ночам помогают нам да и эвакуатору короче вытащили фуру эвакуатор поехал на вызов ну все мы едем дальше ой так молочко мы везем по магазинам по магазинам да по магазинам вот в магазин и в школу тоже да нам потом завести надо будет потому что магазин магазин ну и самое важное так так вот так и все что людей как много ладно все ребят пойду разгружаться погодите фух ребят простоял еще один час вот здесь в этой ложе спрашивает спрашивает где пропадаю да вот а мне еще вот в школе разгружать один ящик а ящики большие там его распиливают ящик то а потом достают еще куча коробок и вот так переносит вот а не переносит точнее сказать а переносит переносит человек один человек между прочим я ночь и грузчики не работать школа такая хорошая вспоминается когда школьный валяюсь так бы давайте выйдем из камеры вот этой вот и будем на этой вверхом ухо в камере работать, да. Это я все запорол, я уснул, заговорился с вами. Да. Так. У нас маленькая школа, хоть большой город, ну маленькая школа, правительствует там вообще на всех похуй. Похеру. Извините. Этот момент надо будет вырезать. Вот так. Да. Ладно, все будем разогружать. Так. Фух. На эту даролку поставлю. Аккумулятор не сажать. Ох, еще один ящик. Вот так прицепить, ребята. Вот так прицепить. Не заламывайте, не советую. Так, ладно. Растюгиваем. Ребята, сегодня самый лучший день. Короче, должен был я получить, как вы знаете, 10 тысяч. Но получил намного больше, намного больше, ребят. Ну, в два раза больше. Я получил 20 тысяч, потому что работников нету. Одному работнику в месяц дается вот разгрузчику. Ой, извините, весь пропутился. В поте. Промылся в поте, как говорится. Ему дают 10 тысяч за месяц, да. Ну, вот и мне дали вот за все это. Там 5, и здесь 5. Короче, я герой сегодня. Итого у меня 36 тысяч плюс 20 тысяч получается 56 тысяч. Да, 56 тысяч. Ну, что, давайте заводим. И погнали. Вот здесь поедем, выйдем, потому что там, оказывается, нельзя было выезжать. Я плохую плохую вещь сделал там, когда выехал. Вот так. Блин, бордюр. Ладно, ребят, погнали. А, заедем в магазин, купим молочка, которую мы только что, собственно, привезли. И все. Дорогие, с вами был, как всегда, дальноводчик Сашок по имени Алекс. Я вас уважаю, вы меня уважаете тоже. Нальнобойщики нелегкая работа. Ну, короче, всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok